Приветствую вас. Начать мне бы хотелось, наверное, с ваших вопросов и с того, какие они содержат в себе противоречия. Во-первых, вы пишете в заголовке своего вопроса. Можно ли к чужому человеку относиться, как ко второй маме? Вопрос, в принципе, понятный, нормальный, обычный, то есть ничего странного в нем нет. И все было бы хорошо, если бы не одно «но», а именно то, что вы говорите в конце твоего сообщения о том, что в себе я разобралась. Но как же вы, аноним, разобрались в себе, если задаете этот вопрос, можно ли относиться к чужому человеку, как ко второй маме? Получается, что не разобрались, потому что сомневаетесь, потому что не знаете, можно ли или нет. И здесь, получается, вы лукавите. Так разобрались вы в себе или нет? Это первый вопрос, который я хочу вам задать. Второе. Надо сказать, что психологи, они вот не разбирают то, как третьи лица относятся к вам, к чему-то еще и так далее. Мы работать будем только с вами, а не с вашей коллегой. И поэтому я бы сказал так, что вот спрашивая у нас о том, как коллега относится к вам, вы вступайте не в психологическую сферу, а в околопсихологическую сферу, потому что психологи не гадают. А когда мы говорим о третьих лицах, мы уже автоматически вступаем вот в эту вот стезю гадания. И получается, что не психология. Ну вот, что-то другое, но не психология. Тем не менее, на ваши вопросы я отвечу. Во-первых, так. Если у вашей коллеги нет детей, она может видеть вопрос. Если у вашей коллеги есть дети, но у нее с детьми отношения не ладятся, то, как вы, наверное, понимаете, это проблема. Ну, то есть, вот. Ненормально же, да, что человек не может найти общий язык со своим ребенком. И если она относится к вам так же, как к ребенку своему, как мама, то проблемы у вас с ней будут те же, что и проблемы у нее со своим ребенком. Но только здесь такая ситуация, что вы же вместе работаете. И если что-то пойдет не так, если как-то вы поссоритесь, не дай бог, или что-то еще, то на работе, на своей, вы работать-то, по сути, не сможете. Ваша деятельность станет адом. Поэтому, вступая в отношения более близкие с этой женщиной, и ожидая от нее, ну, я уверен, вам хочется, чтобы она относилась к вам как к дочери, ожидая от нее этого, вы рискуете. Рискуете свои деятельности, свои работы, свои карьеры и так далее. Потому что, вот она может вас сейчас запекать, а потом, не дай бог, если ей чего-то не понравится, и все. И будете вы постоянно в опале. Вот. Но это ваше право. На самом деле. Как мне видится, значит, вы, кстати, сказали, что у нее нет ни мужа, ни детей. Это я помню, что вы об этом сказали. Но, опять же, из вашего текста не совсем ясно, у нее детей нет вообще? Или дети с ней не живут? Кстати, а почему у нее нет мужа 52 года? Какие вот такие причины наставили человека быть в одиночестве? Тоже, на мой взгляд, такой, нестараживающий фактор. Вот. Далее. Как я понял, человек, она, ваша коллега-начальница, довольно суровый, такой, жесткий, стройневой. И, вы знаете, даже если она относится к вам, как к дочери, она в этом вам никогда не признает, не признается, потому что это будет для нее означать то, что она признала свою зависимость от вас. А зависимости быть она не хочет. Поэтому в данном контексте, в данном ключе можно рассматривать вот то, что у вас есть сейчас, как максимально и единственно возможную форму близости вас. Потому что если вдруг вы попытаетесь с ней сблизиться и вы попытаетесь как-то ну, допустим, ее расположить к себе еще больше, она может этого испугаться и закрыться от вас, подумав, что вы переходите определенную грань. Это вот то, что я могу сказать. То есть, это какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание. надо. Далее, значит, я сейчас не вспомню, конечно, вы не писали об этом, по крайней мере, я этого не увидел. если у вас муж, дети и так далее. Вы сказали, что ваша мама она вот на вас всегда старается меня контролировать, вот я на все. Несмотря на возраст, даже давит авторитетом, если не получается, на этот скандал, то есть, у вас определенная проблема с вашей мамой. И для того, что проблема с вашей мамой есть, и вы не получаете от мамы таких теплых отношений, так, судя по всему, было всегда, есть проблема в детско-родительских отношениях. Вы нуждаетесь в том, чтобы другой человек стал вашей мамой. Например, вот эта коллега. И это как бы ненормально. Потому это маму вам не заменить никто. И как только коллега подтвердствует вашей начальнице, что вы мне нуждаетесь больше, она, в силу того, что считает наверняка, что не может ни о ком заботиться, и не может никого сделать счастливым, она от вас отдадится. И получится так, получится так, что обе вы будете страдать. и я не думаю, что это хорошая идея для вас. Я не думаю, что это хороший расклад, поэтому вам я, несмотря на то, что вы об этом не спрашиваете, я бы вам порекомендовал проработать свои детско-родительские отношения и уже там постараться обрести гармонию и то, что вам не дает мама, например, реализовывать иначе своим собственным путем, может быть, подкорректировать свою личную жизнь, но не стоит так рисковать своей карьерой, как я уже сказал, работой, доходом человеком, у которого есть явные проблемы в плане сближения с другими людьми. Да и вам восприятие этой коллеги как средство для достижения того, чего вы не получили от своей мамы, тоже не добавляет плюсов. Я понимаю, что вам приятно о ней заботиться, я понимаю, что вы для нее просто делаете какие-то приятные вещи и вам это хорошо. Если все так, если все так, то это здорово. Оставляйте все так, как есть. Если вы можете оставить все, как есть сейчас и никуда дальше в сторону развития не двигаться, то это прекрасно, это замечательно. Если вы делаете это просто для того, чтобы человеку действительно было хорошо, это тоже замечательно и это прекрасно. Но вы-то спрашиваете, как она к вам относится, и возникает вопрос, зачем вы спрашиваете это, для чего, что вы хотите получить, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь, и вот то, что вы нуждаетесь, неправильно, неверно, рискованно и опасно для вас получать там, где вы хотите это получить. То бишь, от коллеги через трансформацию деловых отношений в личные, но там, где есть коммерция, там, где есть рабочие отношения, личные отношения, вырастают очень, очень редко. Настолько редко, что рассчитывать на это не стоит. А вот ваши желания, ваши потребности, ваши влечения, которые заставляют вас задавать нам этот вопрос, они нуждаются в реализации, но не в той реализации, которую вы сейчас выбрали, а в другой реализации более правильной, более самодостаточной, я бы даже сказал, наверное, более зрелой. Для начала отход от обид на маму, отход от конфронтации, взятие на себя ответственности за свою сторону скандали, понимание ее как человека, а не как маму, и так далее. А также собственную реализованность в личной жизни. Вы о ней ничего не написали, и из этого я делаю вывод, что там тоже не все гладко, ну, может быть, и наоборот, все совсем хорошо, но тогда опять же непонятно, если у вас там все хорошо, и вы получаете любовь, то для чего вам еще забота и материнское внимание, материнская опека этой женщины. То есть, здесь вот тоже, мне кажется, есть какой-то определенный ваш внутренний конфликт, с которым тоже можно поработать, дабы его разобрать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.